Всего в Ульяновской области 23 женских школьных команд баскетбольной лиги Кэсбаскет. Но только одной сильнейшей удалось поробиться в финал. Он прошел в Нижнем Новгороде. В столицу Приволжского федерального округа отправились две ученицы Ишевского многопрофильного лицея и две ученицы Инзинской спортивной школы. Девочки давно занимаются баскетболом и регулярно ходят на тренировки. Наши девочки занимаются уже на протяжении четырех лет. На протяжении последних пяти лет наша команда является серебряным призером неоднократным регионального этапа Кэсбаскет. В финал доходим, но в финале немножко уступаем командным соперницам. На этом уровне наши девочки еще не выступали. Для них это будет новое, так скажем, вызов для них. Девочки живут далеко друг от друга. Тренироваться вместе постоянно нет возможности. Поэтому перед важными соревнованиями индинские спортсменки несколько раз приезжали в Ишевку, чтобы познакомиться получше и отработать технику. Среди участниц девятиклассница Вика. Баскетболом она занимается с пятого класса. На Кэсбаскете я выступала второй год. В этот раз у нас получилось сыграть получше, но немного не хватило в конце. Турнир ежегодно проводится при поддержке полномочного представителя президента ПФО Игоря Комарова. Поэтому он также с интересом наблюдал за играми и поучаствовал в церемонии награждения. Я хочу поздравить всех нас с сегодняшним событием, которое действительно удалось. 15-летие Кэсбаскет. И сегодня действительно Кэсбаскет, который начинался, надо сказать, в приузском федеральном округе, превратился в мощное молодежное движение. В этот раз соперники оказались сильнее. По итогу первое место среди девочек взяли школьницы из Удмуртии, второй – у Нижнего Новгорода. Но ульянские спортсменки не расстраиваются и обещают продолжить тренировки, чтобы в следующем году показать, на что они способны. Анна Тищенко, Улправда ТВ.